Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Синервал, и уважаемые проедения... А, ну, кистика, как я говорил в прошлом эпизоде, мы закончили первый день, начали второй день, третьей головы. Но давайте разбираться, кем же нас тут квеста. Так, ру-деливерин-демис-деливериз. Капуа, здравствуйте, здравствуйте, какая неожиданность. Как круто. Вот это отсылочка, вот это пойдет. Так, темп парк сайджоп. Помочь Миши, говорите. Так, подозрительная толта, подозрительный трейдер. Ага, угу, понятно. Продолжение с этим усачом, понятно. Так, и монстр... О, нет, нет, только не вы, нет. Нет, 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 ну нет. Да-да-да. Может быть, было неплохо справляться с ними после того, как мы отправимся в студию. Нет, мы не знаем, что случится, учитывая наши обстоятельства. Это будет лучше сначала зачистить срочные запросы поддержки. Да-да-да. Нужно будет организовать полный поиск. Да-да. Теперь я не буду ждать работы в тематическом парке. Кто-то сомневался, кто-то сомневался. Так, для начала давайте пройдемся по стандартным чек-листам, разумеется, чтобы ничего не забыть. Ч-ч-ч-ч. Начнем отсюда. Ну, это логично, тирала, они утром и вечером всегда разные, это как бы так понятно. Здрасте. А что, тут сидите, а? Нормально вам, да? Дело ваше. А, ребята, раз что приехали в арталу за гварда, вы не попадали в опасность? Похоже, что ничего необычного не было. Понятно. Похоже, что... Нет никакого признака, что он появится сегодня. Не обращайте внимания. Это я по работе. К тому же, возможно, я... Возможно, попрошу вашего совета позже. Я не всем это понимаю, но если нужна будет помощь, всегда звони. Да, я буду рассчитывать на вас в это время. Я знаю, Тиру. Похоже, что... А, все, это повторение. В любом случае, нам нужно справиться со всеми нашими силами в государстве. Из-за трения между двумя сверхдержавами. С ней я просто решил поговорить. Причем бы и нет. Черт, я тогда был так занят, что даже не было времени отдохнуть. Ну, командир, старший лейтенант и остальные, возможно... Возможно, вы достаете больше, чем нам. Я действительно поражаюсь их силе. Нужно стараться больше. Я получил эту книгу от господина Броуда просто для отдыха. Раз уж она была очень интересная, пожалуйста, прочитайте ее тоже, если хотите. Well, thank you. Тиру, у тебя сегодня какое-то очень агрессивное настроение. Пассивно-агрессивное, я бы сказал. Полегче. Так, это мы сделали. Где-то моя ручка, но я тебе это вычеркну сразу. Так, теперь нам нужно разобраться с ивентами, потому что все остальное мы пока сделать не можем. Так, сначала начнем с госпиталя. Раз уж мы за городом. Так, сейчас мы за городом. Продолжение следует... Сесиль, Шизуку. А, доброе утро, ребят. О, это же Лот и остальные. Вы решили занесить Шизуку? Да, да, но... Может быть мы прервали вас? Да дело не в этом. На самом деле... Сегодня пришло письмо от Михаила, который вернулся обратно в обстановленное государство Лиман. Ну, это грустно, Тирл. Поаккуратнее, если что, мы тебя поддержим. Чем сможем. Я просто решил зачитать его в Весе Шизуку. Михаил... Это тот маленький мальчик, которого прооперил профессор Зен, полагаю? Да, он был мальчиком, с которым мы очень хорошо ладили. И когда его выписали, мы обещали... Мы обещали друг другу обениваться письмами. А, это же здорово. Ну, мы часто получаем письма от выписавшихся пациентов вроде этого. Мы заняты, поэтому не можем найти время, чтобы ответить, но... Приятно знать, что... Возможность узнать, что случилось с пациентами после лечения, это сообразный источник энергии неплохой. Учитывая то, кто ты есть, если... Возможно, ты все-таки даже на каждое такое письмо отвечаешь очень тщательно. Было бы здорово, если бы я тоже послал письма главной медсестре Марти. Ну, когда она встретила тебя вновь, она была очень счастлива. Еще не слишком поздно, поэтому почему бы тебе не начать, если бы тебе возможность? Ага, я подумаю, когда работа... Когда работа чуть поменьше станет. Ей никогда не станет меньше, Тио. Хе-хе-хе. Шизуку, Шизуку. Какой прелестный ребенок. Скажи, что мы с ней полазили, не правда ли? Так, у нас есть еще несколько детей, конечно же, которых нужно посетить. Сейчас идти Киу. Киа, то бишь, да. Она не склоняется. Да, Лоид? Киа не склоняется ведь? Вот. О, здравствуйте, девчонки. О, ребята. Спасибо тебе, что бы сказал, кстати. Мислин, мисс воли, вы пришли в госпиталь? У вас есть какой-то запрос? Ну, из-за того, что мы часто... Из-за того, что нам пришлось расследовать этого криптида, мы неожиданным и некоторым образом готовимся. Ну, и сейчас собираемся на пляж, на дороге, где вы устранили криптида. Мы хотим поискать связь между лазурными цветами и криптидами, которые вы отчитались. На самом деле, экзаменариус, который вернулся, неплохо разбирается с устранением с ажи-секретидов, который был, наверное, замечен. Вот как? Может быть, я чем-то должен вам помочь? Ммм, да нет, все нормально. Ну, если я смогу потискать мне малышку Тиу, когда я вернусь, то я думаю, что я смогу сделать для вас не вне возне зависимости от обстоятельств. Я отказываюсь. Не может быть. Вы никогда не меняетесь. Ну, это значит, что там не нужно переживать. Вы делаете то, что только вы можете делать. А, понял. Тогда удача вам. Волина, значит, больше по девочкам. Причем по милым девочкам. Ну, понятно, все понятно. Это делать еще и лучше. Так, теперь возвращаемся в город. И здесь мы идем... В магазин, разумеется. Зачем, спросите вы? Во-первых, мне нужно будет рецептики поготовить. Во-вторых, где-то здесь должен быть один наш с превзначательной знакомой. Возможно, не здесь. Ах, вот он. Здрасте. Из-за этого это ботинки, которые заказывали. Тут позвольте мне примерить их немедленно. О, ребят. Вы что здесь делаете? Ну, как бы вам сказать. Это мы хотели вам такой вопрос задать. Ха, выглядят дороги, не так ли? Ботинки, да? Какой бренд? Не мешайте мне с людьми, которых заботит бренд. Эти сделаны на заказ. Оу. А вы довольно привередливы, не так ли? Потому что ботинки на заказ. А я обычно только в кроссовках бегаю. Банингс, что это вы пытаетесь сказать? Вы пытаетесь сказать, что кожаные ботинки бесполезны. Но вот именно в этом плане вы ошибаетесь. Воу-воу-воу-воу. Да, для задей, или за больное. Простите, пожалуйста. Да я не то, чтобы... Ботинок... Кожа для ботинок... Это очень глубокий и сложный предмет. И с ними можно чувствовать себя куда более дружественными, если надевать их, если правильным образом ухаживать за ними. И их текстура тогда приобретает куда большую глубину. Ну и еще, я хотел сказать, что кроссовки могут передать с такую глубину удовольствия. Почему-то, мне кажется, разговор начал немножко уходить неправильно руслом. Я согласна, я этого совсем не ожидала. Похоже, мы сошли за дороги. В любом случае, я здесь потому, что мне нужно... Потому что у меня появилось немножко свободного времени. Пусть это не будет другое дело, конечно же. Так что не мешайте себе, пожалуйста, ладно? Конечно. Все, все, не мешаем, да? Все, успокойтесь. Развлекайтесь. Что, мы изверги, что ли? Не понимаем прелести... Мужских слабостей и нужд. Нормально. Чей не зверя? Чел бы лучше, что это Сесиль, но это оказалось не Сесиль. Потому что Сесиль сейчас, как мы понимаем, находится не здесь. Так, а здесь мне нужна... Ты, Кия, привет. О, ребят. Ты читаешь книжку, Кия? Да, я ищу книжку для Шизуку, чтобы можно было ей преподать. Что бы не выбрать? Книга вроде этой выглядит довольно интересной. Это полка. Это же уголок Брайля. Выглядит довольно интересно. Ты можешь читать на Брайлике? Да, могу. А что? Я могу. А что? И ты говоришь, что это было так просто? Ты изучила это в воскресной школе? Нет, изучила это, когда играла с Шизуку. Книжки вроде Марк и Ведьмы Голубокого Леса были переведены на Брайль уже, поэтому было довольно легко, знаете ли. Ощущение, что это может быть быстро, даже для книжки, которую ты уже знаешь, но... Ага. Это скорость восприятия, я имею в виду, основные характеристики какие. Девчонка. А, так, если подумать, я забыл зайти в магазин для ужина. У тебя еще есть время, да, и вечер, так что расслабься. Куда более важно, старайся выбрать хорошую книжку для Шизуку. Да, спасибо, Ллойд. Я подготовлю ингредиенты, так что себе не ждите, ждите, ладно? Ути, девочка какая. Ути, 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 ути. Ладно, с девчонками мы разобрались. Как бы пошлое-то не звучало, с моей стороны, но, тем не менее. Наш теперь волнует внезапно секретный квест. И внезапно он находится... А, ну там, меня еще просили зайти в трините за коктейльчиком. Да, давайте зайдем, почему бы и нет. Прежде чем удается секретный квест. О, кстати. Аквалию у нас, наверное, не пустят, да? Спасибо. О, у вас посетители? Фига. Нормально живете, я смотрю. Похоже, Кубри нашли искать Вальда. Похоже, что он не появлялся в последние несколько дней. Ни разу, да? Интересно, где он и что он делает. Вы, ребята, его тоже не видели, верно? Да. Вообще, ни разу за последнюю неделю. А до этого он довольно часто появлялся. Понятно. Не переживай, Вазя. Было это... Прошло всего лишь несколько дней из всех органов и сейчас. И... Но все равно больше нечего делать сейчас. Верно? Да, ты прав. Спасибо, Абас. Пожалуйста. И вот интересно. Не здесь случайно спрятался наш друг... Вальд. Геофронт, Кроссбл, Сити, Ворк. Не? Видимо, нет. Вау. Эй, Джет. Хауки единые еще не вернулись? Ну, подождите. Им нужно... Им нужно сделать дополнительное расследование. Кстати, а ваше, похоже, не очень хорошо прошло, да? Ну, как вам сказать? Прости. Мы смотрели везде, где мы думали, он мог бы быть, но похоже, что никто его не видел в последнее время. Понятно. Господин Вальд, серьезно, куда же он исчез? Значит, все-таки это мы видели Вальда между днями и ночью. Ну, понятно. Ожидаем он. Игра как бы напоминает... Эй, у нас еще есть Вальд, вы про него не забыли? Это очень важный персонаж, между прочим. Давайте мы будем называть про Вальда. Да нет, Тирл не сомневался, но просто откуда... А, меч, Б, телефон. Так, значит, секреты КВС. Здесь нужно поговорить... Экспонином Нильсоном. Теперь, наверное, он находится здесь. Обыдал? Или нет? Может быть, он уж начальник деревни? Нет, похоже. Может быть, он в магазине? Родственники с кем, Деда Грэнди? С Вальдом? Вряд ли. Вальд не похож на бывшего игеря. Куда ж он делся? Ищи священную, где хочешь, да? Классно. Обожаю такие квесты, которые очень четко указывают, где надо искать непися. Да ты мою мать! В отеле в комнате? А, в комнату это и забыл заглянуть. Да, действительно. Логично. Хотя, это было единственное место, где он еще мог бы быть, после того, как я обыскал вообще все, что можно было. Да, вот он. Господин Нильсон? О, этот голос принадлежит Ллойду, не так ли? Да, я почти зачастую, для меня честь, что вы ждете меня. Чтобы вы узнали меня. Или запомнили. Это потому, что я разговаривал с вами до этого. Не может быть, чтобы я вас забыл. Этот человек... Да, естественно, журналист, который спрашивал Ллойда и остальных до этого по полу. Да, это господин Нильсон. Вы сегодня в Майнце? Да, на самом деле, я планирую опросить мэра этого города. Я спрошу его об истории с добычей шепти в этом городе и по поводу изменений в современные дни. Из-за независимости опроса я хочу вновь посмотреть на историю государства. Понятно. Обыскать. Вы изучаете вещи, которые бы больше никто не стал изучать. Но при этом я смог добиться всех этих поездок. И, кстати, я слышал, что вы неплохо так предложили усилия к захвату террористов, которые договаривали торговую конференцию не так давно. Это верно. Если хотите, может быть, вы присоединитесь и расскажете мне еще один рассказ. Мне интересно, какое значение было в этом инциденте с террористами в торговой конференции. Потому что я мог бы изучить что-то, поговорив с вами. Смысл террористической атаки. Но это... Да, информация об этом деле ограничена правительством автономии и полицейским персоналом. Я думаю, что мы сможем поговорить... Я думаю, что то, о чем мы сможем поговорить, очень сильно ограничено. Но, конечно, я понимаю. Но даже так я все еще думаю, что должно быть значение. Что есть смысл обсудить. Это что скажете? Ммм... С предварью с ним было достаточно... Выгодным. Если у нас есть время, я думаю, что нам стоит заняться этим. И... Хорошо, принимаем вашу новую интервью. Спасибо вам большое. Когда с этим начнем обсуждение, немедленно. Сейчас будет играть Point In Lines, я угадал. И... Спасибо вам большое, что приснились ко мне. А... Ноэль типа стоит? Да, Лойд мог бы вместо девушки уступить. Так-то. Тема этого интервью, это террористическая атака, которая произошла на торговой конференции не так давно. Для начала я вам хотел подтвердить группу террористов. Вы знаете их, не так ли, господин Лойд? Обе группы. И... Имперский заводительный фронт Рибони и антииммиграционная лига Калварда. Да, преступники были террористическими группами из обеих сверхреспублики, из обеих сверхдержав. Одной из них был имперский заводительный фронт Рибони. Другой была иммиграционная... Оппозиционная фракция по отношению к иммигрантам в Калварде. Лига антииммиграционной политики. Да, это были эти две группы. Я не буду говорить здесь об их истории и принципах, но... Есть факт, что эти две группы ничем, в общем, ничего общего с собой... Не имея между собой ничего общего, устроили совместную атаку. Согласно слухам. Говорят, что это сигаретная организация под названием Ураборос, которая кооперировала с ними. Сообщество Ураборос? Если подумать, террористы использовали архаизм на ворен конференции. Извини, но вы знаете о сообществе? Да, хотя и определенно, что они что-то вроде... Так, момент... Загадки, да. Что-то вроде загадки. Но похоже, что вы все в курсе о них, не так ли? Ну, немножко. Чем больше мы узнаем о них, тем более таинствами они окажутся. В любом случае, похоже, определенно, что они абсолютно скрытные и таинственные группы, которые работают для какой-то причины. С какой-то целью. Бесполезно пытаться вычислить их цели в настоящее время. С этим я соглашусь. Да-да-да, теперь идем к следующей теме. Следующая тема, которую я хотел подтвердить, это позиции двух сверхдержав в этой теоретической атаке. Согласно источникам, каждая страна в секрете от других наняла внешнюю силу. Эти силы значительно... Приложили значительную силу к разрешению инцидента, но... Хоть они и знали о трещинской атаке, атаки они... Оставили их простаивать, я бы даже сказал. Чего пытались защищать оба лидера? Что вы думаете, господин Ловец? Так. Каковы были цели канцлера Осборна и президента Роксмита касательно террористического инцидента? Ну, явно не отставка Меродитора. Как бы на это они точно не напирали. Тем более, что тогда еще не было известно об объявлении независимости. Exposed Terror Groups, то бишь раскрытие террористических группировок тоже не подходит. Потому что они о них знали. И как бы раскрывать их, собственно говоря, не было смысла. А вот сдержать противоборствующие фракции... Это ближе к истине. Они действительно хотят таким образом держать их уезде. Осборн сам говорил, что он, собственно говоря, и приказал убить террористов с той целью, чтобы люди, собственно говоря, в ремонии, которые ему противостоят, поняли, что с ним шутки плохи. Если вы противостоите Осборну, то вы будете казнены. Потому что вас казнят смертной казнью, да. Ну, Роксмисус, у меня тоже, как бы, будет использовать эту группу террористов с своих целью. Говорят, ага, вы, значит, решили меня убить. Ну, так вот, знаете что, ребят, мы тут сейчас вам гаечки-то позакрутим. Задой с Кросбеллом, да, позакрутят гаечки. Они пытались содержать противооборствующие фракции, которые наняли террористов. Потому что цель обоих лидеров была пытаться держать их уезде. Кроссер Росборн пытается сдержать влияние знати. Презентер Оксмид пытается ограничить противооборствующие элементы в собственной стороне. Ммм, все так, как вы говорите. Действительно, именно это наиболее вероятно их цель. И, разумеется, голоса против этих фракций поднялись в обеих странах после этого инцидента. Понятно. То есть это стало материалом для политической атаки. Вы сказали, что это была их цель номер один, господин Лоид, но... Не выгоди мне сказать, если хотите, как вам помогут быть еще одна цель. Ну... Лоид... Экспоузь высокотворенности Кроссбелла, конечно же. И сделать еще разрушение! Еще одна большая цель. Я думаю, что эта цель... Получить реальный плацдарм в их продвижении в Кроссбелл. Ммм... Продвижение в Кроссбелл? Это легко понять. Обе страны... Продвинули подписание... Объявление, точнее... Расположение их войск на торговой конференции в Кроссбелле. Туристическая атака была лучшим подтверждением, что безопасность Кроссбелла неэффективна. Что им нужно попасть в Кроссбелл, чтобы согласиться с этими заявлениями. Да, значит, что пакт на нападении подписанного Либерли потерял свою силу. А с этим выявлением независимости, общественное мнение в этих странах обернулось против Кроссбелла. Возможно, это связано с необходимостью отразить оппозицию или разочарование в их собственных странах. Их цель была вот в этом. Я полагаю, можно сказать, что они пытаются убить очень много зайцев одним ударом. Да, похоже, что вы хорошо об этом подумали. Тогда позвольте перейти к финальному вопросу. Очевидно, что этот инцидент был... Этим инцидентом управляли... Эти две страны, но... Значит ли это, что у них есть союз? Хороший вопрос. Перманентный точно нет. У Республики с Империей дружить... Ха, очень смешно. Временный? Да тоже не похоже. Потому что, несмотря на то, что... Как бы... Несмотря на то, что Осборн и Рокс будут очень хорошо спелись на конференции, это не значит, что они могут очень хорошо спеться в других вопросах. Потому что, как мы помним, они говорили, да, что обсуждение какой-то там еще одной споры на территории, это предмет не для этой конференции, а для следующей, да, где они действительно опять встретятся. Вот. Соответственно, похоже, что вот это вот как раз... Out of the question, что мы не можем дать ответ на этот вопрос. То есть... Союз у них перманентного точно нет, временный очень сомнительно. Нет, я думаю, что это... За пределами вопроса. Цель обеих стран это... Единогласное... Единоправное управление Кроссбеллом. Да, именно так. Ко-то концов, этот инцидент был временным шагом. Кроссбелл слишком... Кроссбелл стал... Обладать слишком большой силой в качестве буферной зоны. И они хотят получить контроль над таким уникальным... Над такой уникальной важной страной. Предполагается, что... И это подтверждено... Это предполагало подтверждение подобных их намерений. Это... Слишком предположительно. Это не более чем просто... Подготовительная работа для того момента, Когда они, наконец-то, начнут действовать от всей души, да? Да... Война разведок между странами будет... То есть усиливаться отныне и впредь. Иголоча. Включение активности... Советовских синдикатов и егерей... Возможно, будут связаны с этой ситуацией. Логично, опять же. Из-за этого не... Таинственные инциденты в прошлом могут появиться... Могут начать проявляться вновь. Таинственные инциденты? Что вы имеете в виду? Похоже, что я сказал что-то, чего говорить не должен был. Мы рассортировали вещи в некотором роде. Я рад, что попросил вас присоединиться ко мне. Благодарю вас за ваше сотрудничество. Взаимно. Большое вам спасибо. Такое ощущение, что мы поняли текущей ситуации намного лучше. Я действительно многое узнала. Спасибо за то, что сказали так. Если будет еще один шанс, я бы хотел поговорить с вами еще раз вот так. Да, мы не все время ждать этого. Да, Роза Изи. По крайней мере, для тех, кто играет в кисики вдумчиво. Дайте отчитаемся квесты заодно, че уж. Или, подождите, а монстр... А, монстр был не здесь. Монстр мы уже устранили, да, точно. Он был в шахте, но мы от него уже избавились в прошлый день. Дабы, еще копок покормить, кстати. Окей. Уу, найс. Ну что ж, о том гейме квеста мы займемся в следующем эпизоде. Мы узнаем... Завтра, уважаемые зрители, покажем обращаться. Большое спасибо за внимание и новых встреч в новых эпизодах. Окей-сюкей, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»